Норильские новости В этом году в Норильске поступили более 400 обращений от жителей Толнаха. Все они связаны с качеством воды. Как ведется работа с обращениями и какие мероприятия проводят для устранения проблемы. Пять новых северобусов до конца этого года приедут в Норильск. Их закупили по губернаторской программе «Новый автобус». День туризма в Норильске отметили интеллектуальным квизом. Участники отвечали на вопросы о природе Таймыра и об истории Норильска. Жители Толнаха жаловались на мутную воду в кране. С начала отопительного периода в Норильско-Таймырскую энергетическую компанию поступили более 400 обращений от жителей района. Всего по Норильску организация получила свыше 600 жалоб. Как ведется работа с обращениями и какие мероприятия проводят для устранения проблемы, расскажем в сюжете далее. Вопрос мутной воды в квартирах норильчан имеет сезонный характер. Так, с начала отопительного периода, а он начался 6 сентября, в адрес ресурсоснабжающих организаций поступили более 400 обращений от жителей Толнаха. Горожан не устраивало качество горячей воды. Она была мутной. После отбора проб показатель мутности вышел 2,15 при норме 1,5. В обратной тепловой сети 30 при норме 1,5. Замкнутость системы тепловодоснабжения влияет на то, что загрязнение в одном месте распространяется на весь район. Проблему решают комплексно. В силу Минтек было организовано обновление системы путем дренирования теплоносителя. На магистральных тепловых сетях дополнительно были открыты дренажи. В районе 350 кубов в час мы сбрасывали воду. И организовано обновление системы за счет подпитки. К этому моменту химический лабораторный анализ воды говорит о том, что ситуация стабилизировалась. По прозрачности мы вышли опять в 40 единиц, то есть при нормативе 30. Ну и на сегодняшний день также отборы проб были выполнены. Вода на сегодня соответствует качественным показателям. Работа с обращениями граждан ведется ежедневно. В случае подтверждения низкого качества горячей воды у собственников есть возможность перерасчета стоимости коммунальной услуги. Жалобы поступают ежедневно. Мы их стараемся отрабатывать на следующий день. То есть у нас за день приходит количество жалоб. Мы составляем график объезда на следующий день. Объезжаем, фиксируем. И при подтверждении ухудшения качества ставим эту квартиру на перерасчет до момента приведения качества воды в соответствие. Если жалоба не подтвердилась, соответственно мы в перерасчете отказываем. К слову, запросить перерасчет коммунальной услуги можно несколькими способами. Для этого необходимо написать обращение в адрес предприятия «Энергосбыта» ОНТЭК по адресу лауреатов 35, а также с использованием электронного адреса, размещенного на сайте организации, либо через систему ГИСЖКХ. То есть это обращение будет рассмотрено и принято соответствующее решение поставщикам энергии. Отмечу, на цвет и мутность горячей воды влияет множество факторов. Прежде всего, мероприятия, которые проводятся перед началом отопительного периода. Гидравлические испытания на магистральных тепловых сетях, капитальные ремонтные работы трубопроводов. Так, в межотопительный период было проложено около 53 километров трубопроводов тепла и водоснабжения. По Толнаху это порядка 8 километров 800 метров. Также на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 установили самоочищающиеся фильтры. Все эти решения направлены на то, чтобы повысить качество горячей воды. Еще один фактор – осадки, влияющий на основной источник водозабора – реку Норильскую. В этой части была проведена работа по очистке ковшей водозаборов. Софья Зиберова, Надежда Балдакова, Никита Левенец. Норильские новости. В Норильск по губернаторской программе едут пять новых автобусов. Это уже усовершенствованный вариант всем знакомых северобусов. Норильск впервые попал в программу новый автобус. Пять машин изготовили на Ликинском заводе с учетом климата Норильска. Автобусы оборудованы дизельными двигателями «Экостандарта», «Европять», автоматической трансмиссией, низким полом, станциями зарядки. В северобусах установлены автономные воздушные отопители. Это позволит прогревать салон, даже если двигатель заглохнет, не позволяя пассажирам замерзнуть в холодные дни. До начала зимней навигации по Северному морскому пути транспортные средства будут храниться в Мурманске. Затем их доставят в Норильск. В планах выпустить автобусы на линию до конца 2023 года. Также напомним, что в Норильск уже едут 15 северобусов, купленных в лизинг за счет бюджета города. В честь 70-летия города Норильска в городском центре культуры наградили особо отличившихся горожан. Глава города Дмитрий Карасев лично наградил и поздравил заслуженных работников различных профессий – водителей автобусов, медсестер поликлиник, социальных работников, сотрудников коммунальных служб, государственных служащих, работников администрации. Тех, кто ежедневно улучшает жизнь рядовых граждан. Мы продолжаем честовать наших норильчан, тех, кто внес своим трудом особый вклад в становление и развитие Норильска, независимо от того, где бы он работал. Будь то в бюджетной сфере, либо работая на производственных площадках нашего градообразующего предприятия, либо это сфера социальная какая-то, все мы вносим особый вклад в развитие нашего города, каждый на своем месте. И я хочу вам сказать слова благодарности за ваш труд, за ваш профессионализм, за преданность выбранной профессии, за то, что мы вместе с вами делаем для нашего города. Познакомиться с карьером «Медвежий ручей» – уникальным комплексом, где руду добывают не только закрытым, но и открытым способом – узнать об охоте на риске и определиться с будущей профессией. Все это доступно для старшеклассников Норильска, которые посещают экскурсии на предприятиях Норникеля. Об одной из них расскажем в нашем сюжете. Где, как не на производстве, знакомятся с профессиями, которые будут востребованы на рынке труда в Норильске еще долгие годы. Так, учащимся восьмого класса школы номер один довелось побывать на профориентационной экскурсии на предприятии «Медвежий ручей». «Медвежий ручей» включает в себя Норильскую обогатительную фабрику «Карьер Медвежий ручей» – «Рудник Заполярный». Ему 78 лет. На нем трудится более полутора тысяч сотрудников. Уникальность предприятия в том, что руду здесь добывают не только всем привычным закрытым способом, то есть под землей, но и на поверхности. Восьмиклассникам первой школы на профориентационной экскурсии по предприятию рассказали о профессиях, которые востребованы на производстве. В частности, на руднике «Заполярный» около 800 работников. Такие профессии, как маршидера, геологи, машинисты ПДМ – это погрузочные доставочные машины, булежки шпуров, проходчики, горно-рабочие часовые забои, мастера горные можно перечислять очень долго. Это прекрасные, заслуженные работники, которые горят своей профессией. Рассказали ребятам и об охране труда и промышленной безопасности на предприятии. Какие санкции предусмотрены для сотрудников за несоблюдение требований, а также об охоте на риске – специальной инициативе, когда сотрудники могут сами отслеживать потенциально опасные моменты на производстве и присылать фото в соответствующий отдел. Но и, конечно, показали ребятам средства индивидуальной защиты. Вот эти перчатки, как вы думаете, для чего? Для, чтобы не обжечься сварки. Правильно. Это перчатки для электрогазосварщика. После экскурсии школьники могли задать интересующие их вопросы. Отметим, такие экскурсии в рамках профориентации проходят для старшеклассников дважды в год – осенью и весной. Надежда Балдакова, Владислав Моисеев, Норильские новости. День туризма в Норильске отметили интеллектуальным квизом. Участники отвечали на вопросы о природе Таймыра, об истории Норильска и региона. Поговорили на мероприятии и о проектах по развитию туризма на территории. Подробности в следующем сюжете. Дружественная атмосфера и теплый прием в кинотеатре «Родина» собрались сообщества, развивающие «Норильский туризм». В честь Международного дня туризма единомышленники поучаствовали в интеллектуально-развлекательной битве в формате квиза. Игра состояла из трех раундов, в которых были вопросы о природе Таймыра, истории Норильска и региона. В ходе игры участники много говорили о развитии туризма на территории. Например, об экскурсиях. Ведь уже давно гостей города привлекает не только природа, к примеру, озеро Лама или Иркендинский водопад, располагающийся в Путаранском заповеднике, но еще и история освоения севера, производства Норильск в целом. «Они уже могут здесь увидеть не только плато Путарана, которое мы, по сути, за него топим и активно развиваем, именно этот заповедный прекрасный уголок. Но они уже слышат о наших промышленных экскурсиях, о наших необычных экскурсиях в городской черте. Их уже увлекает история Норильска, история севера и освоения. Они уже смотрят немножко дальше, дальше на север». Развитие инфраструктуры, повышение доступности и качества существующих турпродуктов, грантовая и иная поддержка представителей турсообщества – лишь малая часть задач Центра развития туризма в городе Норильске. Директор Анастасия Губанова отметила, что реализация проектов направлена на повышение интереса жителей города к местным достопримечательностям, к истории развития Норильска, а также на обеспечение доступности туристического кластера. «На сегодняшний день у нас реализуется ряд инфраструктурных проектов, которые станут точкой притяжения для жителей города и для туристов и создадут комфортную городскую среду. И прежде всего эти проекты, что очень важно, направлены на то, чтобы заново влюбить в себя жителей, горожан нашего города. Это очень важно». Победители квиза наградили подарочными сертификатами. Отмечу, в Норильске полным ходом идет работа над созданием сердца туристического сообщества – нового визит-центра, концепция которого тщательно разрабатывается специалистами, опираясь прежде всего на мнение норильчан. Открытие визит-центра ориентировочно состоится в 2025 году. Дарья Каменских, Владислав Моисеев, Норильские новости. Норильские фотографы отметили тонкости производства. В минувшую субботу в арене подвели итоги выставки индустриальной фотографии «Продвижение», организованной Департаментом общественных связей Заполярного филиала. Как это было, смотрите далее. Выставка индустриальной фотографии «Продвижение» – это более 60 снимков о людях и предприятиях компании «Норники», сделанных 13 фотографами Норильской дудинки. На этих снимках запечатлен полный технологический цикл – от добычи руды до производства готовой продукции и ее транспортировки на морских судах компании. Каждый фотограф в своем стиле отразил рабочие процессы. Один из участников фотопроекта – Михаил Подоляк, более известный норильчанам как исполнитель «Бардевской песни», говорит – производство – это очень интересно и фотогенично. «Очень интересно приобщиться к промышленному процессу, тем более я работник норильского никеля. И когда есть такая возможность погрузиться в промышленность, предприятие, на котором ты работаешь, поймать несколько замечательных кадров, я считаю, что это очень хорошо». Сегодня интерес к жанру индустриальной фотографии растет. Такие снимки передают зрителю масштаб и значимость промышленных производств. Членами жюри фотопроекта «Продвижение» стали именитые фотографы и блогеры с разных городов России. Один из них – Игорь Ягубков, промышленный блогер, реализующий свой контент под псевдонимом «Заводыч». У Игоря колоссальный опыт в жанре промышленной фотографии. Признается, норильские предприятия произвели на него особое впечатление. «У нас есть фитоняшки, есть блоги про кухню, а я уже более 11 лет пишу о нашей промышленности, то есть веду блог «Завод фото», где рассказываю, что у нас промышленность есть, и она, я бы даже сказал, смело, что она лучшая в мире. Сказали, что у нас, оказывается, большая стройка, за два года мы чуть ли не новый завод построили. Мы вчера по Северной по Краме ходили. Но это же, ну, как вот, это очень сильно впечатляет. Там туда пойдешь, туда пойдешь. Ну, просто громадное, громадное предприятие. Все лето выставка путешествовала по основным предприятиям заполярного филиала и учреждениям-партнерам. Норильчане, а в частности работники компании «Норникель», по достоинству оценили кадры промышленных объектов и людей, работающих на производствах. С помощью QR-кода зрители могли проголосовать за автора лучшего снимка. В голосовании приняли участие более 10 тысяч норильчан. Победители и участников выставки отметили дипломами и благодарственными письмами. Дарья Каменских, Владислав Моисеев, Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте norilsk.tv. В студии была Надежда Балдакова. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова